Изначально я начала шить для своих детей и продавать через интернет то, что уже дети мои выступили, оно у меня дома висело, мы просто отправили в интернет. И я заметила такую тенденцию, что люди не хотят покупать костюм, а хотят купить шляпу от дамы или шляпу от мушкетера. Говорит, а можно мы костюм не будем у вас брать? У нас костюм есть, а сделайте нам аксессуар. Вот таким образом я пришла именно к аксессуарам, что я начала узкую нишу делать именно аксессуаров. И очень долгое время в Америку и в Германию мои аксессуары уезжали, ну кокошники в частности. Но все-таки я же не профессиональная швея, я шила дома, я училась сама, у меня мама учила. Она мне сделала первые выкройки на моих детей, я их прикладывала и шила. Первые, конечно, мои изделия, наверное, сейчас страшно смотреть. Ну, я когда вижу что-то, вот я говорю, даже болтик в строительном магазине, мне как будто что-то щелкает в голове, начинают чесаться кончики пальчиков. Мне иногда хочется ночью побежать и делать, просто вскочить. Жалко, что у меня мастерская не дома, потому что я, наверное, ночами вообще бы тоже не спала. И хочется вскочить, бежать и делать. Вот этот зуд на кончиках пальцев, ты знаешь, что вот оно сейчас будет и мурашки по коже. И когда ты делаешь изделия, вот мы сейчас новую коллекцию готовим, там есть несколько таких изделий, которые я делаю, и я понимаю, что это будет шедевр, потому что мурашки по коже и волосы становятся дыбом. Когда ты делаешь и смотришь, и понимаешь, что вот это оно, твоя идея, и она вот, она нестандартна. Ее не будут носить каждый день, ее будут вот показывать, ее будут делать фотосессии с ней, ее будут показывать на подиуме. Ее не оденут каждый день и в магазин в ней не пойдут. Но это и есть фэшн, это и есть та красота, которую мы приносим, мы показываем, что мы умеем. Простую сумку, простые штаны, простые куртки можем сделать тоже. Но если мы можем делать немного выше, то это уже искусство, это уже как картина. Первый наш показ был в партнерстве с Натальей Децко. В принципе, она меня и научила не бояться. Мы шили костюмы карнавальные и платья бальные для того, чтобы дети ходили в детский сад. Но там мы боятся наступить на шлейф или какая-то большая корона. Это очень тяжело. Детки же там хороводы водят. А фэшн-индустрия показывает, это совершенно другое. Там подиум, там большие сцены, там софиты, там фотографы, видео. Это совершенно другая инфраструктура, скажем так. И тогда, когда ты не боишься, когда тебя не ставят в рамки, то ты можешь сделать шедевры. То есть ты понимаешь, что это не надо тебе сделать, чтобы оно там не упало или еще что-нибудь. Тебе надо сделать, чтобы оно было красиво. То, что ты хочешь делать, то, что ты видишь изначально. Мне даже один человек сказал, что она говорит, из-за того, что ты не училась, для тебя нет рамок. Ты не знаешь, что так нельзя делать. Ты просто берешь и делаешь. Как я беру проволоку, у меня кабель, он становится короной. Пошла в строительный магазин, купила проволоку, он стал короной. Все. Люди даже не знают, из чего иногда сделаны мои изделия. Наверное, какая-то костюмерная плачет за мной давно. Театр какой-то, где я могла бы делать, наверное, даже декорации какие-то. И никто бы не догадывался, из чего это сделано. Ну, в нашем мире, как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Сколько бы ты ни объяснял, сколько бы ты ни просил, что ты считаешь, что вот оно должно быть так. Мне часто говорили, вот так ткань не ляжет. Так, как ты хочешь, оно не будет. Я говорю, будет, потому что мне надо, чтобы оно именно так было. И когда я столкнулась с тем, что я рассказываю, как мне пошить платье, ты не всегда можешь все сделать сам, потому что аксессуары тоже занимают очень много времени. И многие дизайнеры, они даже не шьют сами. Они просто отрисовывают эскиз, отдают в ателье, ателье им отшивает. Вот. Я, допустим, так не могу. Я люблю образ полностью продумывать до мелочей. И когда мне шьют, да, у меня есть еще такая характер и черта мягкость. Я соглашаюсь, да, хорошо, пускай так будет, но в итоге на выходе я не получаю то, что я хочу получить, то, что я видела изначально в своих мечтах. Также вот как я не умею рисовать эскизы. У меня участвовало в конкурсе, говорят, нарисуйте эскиз украшений, которые вы будете делать. Я говорю, я не могу, потому что когда я работаю, оно делается само. Я им не веду. Если я беру кусок даже вот джинса или что, я его просто складываю, он получается роза. Я не могу ее нарисовать. Она получается у меня вот сама из-под рук. Как это объяснить и чем, я не знаю. Где я беру вдохновение, странно, ну везде. Не знаю. Я вот где не посмотрю, я на облако посмотрю, оно мне. Ага, значит, эта форма может так сыграть. Можно так сделать. Я вижу ткань, я четко вижу. Даже когда я краю, у меня выпад ткани и силуэт, я уже вижу, что я не буду его выбрасывать. Я его просто так вот за кончик прицеплю, и он будет красиво у меня висеть, и будет у меня форма такая. Я не могу, вот меня вдохновляет. Детей люблю очень. Я вижу ребенка, например, блондинку, да, я знаю, она беленькая, светленькая, я бы ей одела. Это, это, это в золото там. То есть брюнетка, ой, ей надо больше цвета, красок. Вот, наверное, если уже вдохновение говорить, то дети, это в первую очередь. Люблю очень беременных женщин. Очень люблю. Они, когда вот это с этими пузиками, это вообще просто. Я смотрю, думаю, ой, там будет маленький. Потом сначала мы кружавчики сделаем, потом платьичко, потом какие-то штанишки. И все, и у меня уже все не остановить. Мне говорят, тебя надо тушить иногда. То есть в обычных, даже в весенних коллекциях меня надо тушить. Но в Новый год меня можно не тушить. Можно и стразы, и поэтки, и перья, и свет использовать. Наша коллекция называется, моя коллекция «Северное сияние». «Сияй». То есть я хочу зажечь огни на подиуме, чтобы девочки светились, чтобы девочки были в стразах, чтобы девочки ослеплялись своей красотой, своей грацией. И, естественно, эта коллекция будет вся со шлейфами. Девчонки будут просто, как раньше Пима говорила, шалезть. Вот этот шалезть – это то, что не хватает нашим девчонкам в обычной жизни. Они привыкли кроссовки, джинсы. Даже с маленького возраста мы их одеваем в джинсики, в кроссовочки. Так удобно. Да, это удобно. Но мы изначально все девчонки, все девочки, мы хотим быть красотками. Показ – это когда ты по крупицам собрал все в одну кучу, в одну линейку. То есть почему эта коллекция? Одно переходит в другое. Одна мысль, она должна как нитка, на нее нанизывается все остальное. И вот когда ты видишь, что эта нитка действительно сработала и получились бусы, то чувствуешь гордость, а еще иногда смотришь, думаешь, а это я? Вообще, неужели это сделала я? Иногда я в это не верю. Честно. Я говорю, мне дали толчок не бояться. Не бояться делать то, что я вижу внутри. Мне помогла Наташа Дацко, она мне помогла поехать на первый показ. Я ехала с ней, и она помогла сказать, что ты можешь многое, ты можешь вообще все. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»